Здравствуйте! Эфир телеканала КХЛ продолжает новости в студии Дмитрий Нестеров. Завтра сборная России проведет первый матч на домашнем турнире второго этапа Евротура против команды Швеции. Главный тренер национальной дружины Зинатула Белелединов сформировал сочетание звеньев. Евгений Малкин, вероятнее всего, сыграет в одной тройке с партнером по магнитке Сергеем Мазякиным и Александром Пережогиным из авангарда. Первая пара защитников – Бирюков Никулин. Второе звено атаки – Армейская. Ковальчук, Датсук, Радулов. Сзади сыграют Медведев и Емелин. Нападающий московского «Динамо» Александр Овечкин готовится вместе с Алексеем Терещенко из Акбарса и Николаем Жердевым из Атланта. В обороне – Тютин-Денисов. В четвертой пятерке вместе с партнерами по локомотиву Артемом Анисимовым и Сергеем Плотниковым наигрывается форвард-магнитке Николай Кулемин в защите – Чудинов и Калинин. И, наконец, в пятую тройку нападения вошли два нападающих «Северсталь» – Евгений Кетов и Вадим Шипачев, к которым присоединился столичный армеец Сергей Широков. Защитник в этой пятерке один – Константин Корнеев. Ну а на последнем рубеже – голкипера Акбарса Константин Барулин и страж ворот череповчан Василий Кошечкин. Напомню, после Кубка Карела сборная России с четырьмя очками занимает третье место. Также в Новогорске состоялось чествование хоккеистов, которые принимали участие в триумфальном чемпионате мира. Министр спорта Виталий Мутко и глава Федерации хоккея Владислав Третьяк вручили хоккеистам и персоналу команды чемпионские перстни. Административный состав получил золотые медали. После этого министр спорта наградил подчетным званием заслуженного тренера России Дмитрия Юшкевича. Звания заслуженного мастера спорта были удостоены Константин Барулин, Евгений Бирюков, Павел Дацук, Денис Денисов, Алексей Емелин. Евгений Кетов, Евгений Малкин, Евгений Медведев и Сергей Широков. Мы делаем это перед Евротуром. Это юбилей Евротура и судя по ажиотажу, внимание болельщиков в турнир очень большое. Здесь костяк той команды, которая поедет в Сочи. У каждого есть шанс, а дело тренера сделать выбор. Хоккей – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Не хочется передавливать, но не забывайте, что у нас домашняя Олимпиада и на вас это будет очень серьезно давить. Благодаря победе сборной России на чемпионате мира по всей стране возник хоккейный бум. До конца года мы до 32 ледовых арен вводим. Такая потребность по всей стране. Я отлично помню тот момент, когда мне вручали значок заслуженного мастера спорта за победу на чемпионате мира 1978 года. Можно сказать, это начало моей карьеры в большом хоккее. Я всегда, как и любой спортсмен, ценил это звание. И мне не очень нравится, что сегодня мы раздаем его направо и налево. Конечно, сейчас многое изменилось. Бороться с зарубежными командами стало сложнее. И все-таки считаю, что звание заслуженного мастера спорта должно оставаться самым высоким. Вторая сборная России проводит серию из двух выставочных товарищеских игр против национальной команды Германии.